Обосрадушки Зато вы видите работу в потоке Пилот постоянно меняет свое положение Не просто по кругу летает Если вы молодой пилот, запомните, нельзя из ручки сок выжимать Ручку надо держать вот так, как письку в туалете Тремя пальчиками нежно, вот раз Хулиган Сэр Лопатинь, я Виктор Дагуляш, Писта Норд Здравствуйте, благоугважаемые любители летных видов спорта Я Игорь Волков, мы снова в небе, на канале Мечта Летать Летаю я сегодня с другом Уве Вот, он сзади на хвосте висит Он попросил покатать его друга Ну и, собственно, я сейчас что и выполняю Он пытается сесть мне на хвост, для красоты А я пытаюсь от него увернуться Погода у нас только-только стартовала Не знаю, какой у нас еще план У нас есть полтора часа, чтобы сделать какой-нибудь красивый полет Ну и посмотрим, что из этого выйдет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чуть-чуть прошли по маршруту, друзья Но как-то никак не можем нормальный поток найти Высота снизилась до 1900 Было до этого 2400 Надо добирать Нашел я за склоном, причем южным Какую-то хрень И в этой хрени сейчас потихонечку карабкаемся вверх Ого, на хвосте висит Работаем Вот такая вот она прогулка по Альпам Впереди рядом совсем хорошие облака Но не факт, что они работают Уже много таких проскочили Красавчик Впереди друзья набирает планер Стоит в левой спирали Сейчас мы туда зайдем Вот смотрите, как планер ходит Увеличивает тангаж Свечкой так Раз Я тоже увеличил тангаж И он закрутил И я за ним Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Понеслась нелегкая Ну тут такая красивая скала Что на ней не могло не быть потока Увы, мой очень хороший друг, друзья Мы с ним знакомые Ой, очень давно знакомые Я с ним повстречался, когда он Был после травмы Он попал на скутере В очень сложную ситуацию В очень тяжелую аварию У него одна нога короче Другой где-то сантиметров на пять И там он как-то прошел Влэк спокойно в Германии Но у него не было проверки Полета на планере моторном И меня мой друг Робин попросил Говорит, Игорь, слетай Но у меня, как обычно, были студенты Я говорю, ну часик только Больше часика не могу Я с ним полетел Вдруг слетал И надо было видеть глаза человека А он не летал, видимо, много времени И вот он взлетел И вот в глаза Такое счастье Ну я их не видел В передней Кобиде был Но просто от него это счастье и лучилось Потом эти глаза я видел на земле И я это почувствовал Вот эту атмосферу То, что человек наконец-то Вернулся в небо И я ему дал ручку И он божественно совершенно набрал высоту То есть я понял, что я вообще не пилот А двоечник по сравнению с ним Вот И, конечно, я забил на этот час Я там летал, пока там погода не кончилась Я уже своим ученикам сказал В смысле, друзья Ну, такой случай Что нельзя было по-другому поступить Вот Ну, там им тоже досталось Потом я старался Чтобы компенсировать им Вот эту вот штуку Но С тех пор мы дружим Очень хорошо Сам он путешествует по миру Со своим планером сейчас Планером, на котором летает Он на нем Две недели на одном аэродроме Две недели на другом Сам он на пенсии Вот такая счастливая пенсия Которая можно кататься По всем аэродромным мира И летать А зимой в Африке Поэтому летают Можно сказать Свою всю жизнь Вот это Ты так Ты же хочу такую пенсию Хотя, можно сказать Я сейчас уже до пенсии Вот летаю Летаю, как хочу Мы прилетели В заповедник Веркор Сейчас он достанется Крусочек красоты Раз уж у нас такая вкусня Это вот Как выглядит Классический такой Полетик на часок Посмотреть, что здесь творится Вокруг Получить от этого удовольствие И Ну, немножечко прикоснуться К планеризму Со мной летит пилот Который имеет PPL Но планеризм Пробовал давным-давно И вот сейчас хочет Немножечко снова Понять это В 15 лет он на планере Понять, надо ему это или нет Моя задача показать, что надо На Веркор выгодно приходить низко Тогда это максимально красивое зрелище Окей, я продолжу на Веркор сайта Окей Ну и эти облака могут работать, соответственно Мы чуть-чуть будем придерживаться Сейчас какая погодка Что можно и до Гренобля Слетать было бы желание На Гренобль Стоит красивая дорога из облаков Такая прям Ух Мы, может, сейчас на Гренобль И дудем Слетаем О, пунигали туда Ой, красавчик Ой, фулиган Да Ну, такое можно делать Если только сильно веришь Друг в другу Проходит под нами С видами на Веркор Ой, шалит Шалит Очень хороший пилот, друзья Поэтому я себе уверен И в нем уверен на 100% А мы подлетели к заповеднику Веркор Здесь мы можем на разрешенные 300 метров на рельефа летать Ну, сейчас заведомо выше 300 метров на рельефа Это мое одно из самых любимых мест Потому что, ну, просто вот люблю я его Особенно оно очень прекрасно Когда тут куча деревьев уже с желтизной подтягивается Ну, вот вы видите Два домика стоит В центре кадра где-то Был один Вот один подстроили буквально недавно Там такая лужица Это под воду Такой водоемчик А там отверстие такое Видите? Сейчас я вам крылом покажу Вот Вот туда там дыра такая в земле И туда можно заглянуть И прямо пещера такая подземная уходит Вот такой немножко панорамный вид Не то, что нам тут высоты хочется добрать А просто вам кружочек сделать Показать красоту И вот уже прилетел тоже туда Здесь есть такая скала Так как в Аватаре Оп Сейчас мы здесь наберем Скалу я вам потом, может быть, покажу Она замечательна тем, что она прям прилипла К горе То есть полностью отделилась Но при этом Так как красиво опирается на скальную породу На пересекающихся идем Вот он заложил, как красиво А я сейчас к нему Оп, поближе Ай, красавчик Ай, лапочка Ай, умничка Эх! Еще подъем был бы у нас Ну и есть вроде как Вот когда на хвосте сидишь Очень удобно Особо думать не нужно Просто повторяешь Действия Напарника И Так, в принципе, учат Когда Инструктора Возят студентов И он говорит Ты должен сесть на хвост И просто повторять мои движения Но главное Меня не сбить Это вот Это да, это очень важно, друзья Попробую максимально близко На хвост Это тяжело, конечно Вот так вот В карусели фигачить Но Оп Протягивает Оп Зато вы видите Работа в потоке Пилот постоянно Меняет свое положение Не просто по кругу летает А периодически Превращает круг В дугу Или Делает кратковременные Такие Прямые проходики Которые позволяют Сместиться В зону максимально Удачного подъема Ну, сейчас я немножечко Вот Самое идеальное положение Если ты хочешь поработать С коллегой Вот такое, как сейчас Когда вы Ровно напротив друг друга И тогда работаете в потоке Не мешаете друг другу Максимально используете Информацию друг о друге Для того, чтобы Красиво набрать высоту Оп А у нас Две с половиной Чувствую Рванем Мы сейчас, друзья На Гренобль На Гренобль Вон Соложилось Красивейшее Огридает заблаков Попробуем думать До Гренобля Не так далеко 90 километров Сейчас Как Жахнем Окей Окей Попробуем Вот это Скалы Заповедника Здесь живут Огромные птицы И однажды Была совершенно Потрясающая история Когда Ну вот так Летали-летали Вдруг птица Впереди Неудачно А пилотировал Мой ученик И он очень сильно Жахнул ручкой И не нажал на педаль Сделал очень глубокое скольжение А планер Янус У него Длинное крыло Изначально он пройдился 18 метровым А потом стал 20 метровым И у него Немножечко Не хватает оперения Ну и Янус Попал в глубокое скольжение Настолько глубокое То есть Что такое глубокое скольжение Когда Вот смотрите Я вам сейчас покажу Что значит глубокое скольжение Это когда Например Вот смотрите Педаль Вот даже Вот Видите Нитка раком То есть планер боком Утекает Вот он летит Но Ну как вот Так и летит Должен лететь Ой Сейчас Пытаюсь одну ногу держать Летит ровно А если Вот повернется Сделать крылья Большой Будет так же лететь Его будет воздухом Боком постоянно обтекать Так вот При совсем глубоком скольжении Получается Что это состояние устойчивое То есть Вот я сейчас смотрите Сделаю скольжение Вот И я отпустил все Оп Планер видите Сам вернулся к нормальному состоянию А при глубоком скольжении нет Ну я тогда про него не знал И Думал что Может Какой-то Стопор Испугался я сильно Потому что Скорость Индикатора вышибла Потому что Ну при этом Косомов текания Через трубку Уже Не получается Смотреть Воздух Затекать Нормально То есть Индикатор скорости Показывал ноль Я очень этого Испугался Думаю Ну все Кирбик Штопор А на самом деле Скорость была Хулиган И тут самое главное Не делать резких движений Лафармо Он у меня впереди На 100 метров Вон Ага Показывает мне путь Ну так вот В том случае Самое интересное Действие были Моего ученика Который Умудрился Запихать Огромную камеру Себе за пазуху У него была там камера Он орлов как раз фотографировал Величиной наверное Хорошую пушку Он эту камеру Запихал за пазуху Взялся за Калорийные Ручки сброса парашюта Ой парашюта Кабины И собрался прыгать Говорит Виктор Я готов Я говорю Подожди подожди Еще может быть Планер спасем Ну и я тогда Нос опустил Как-то педалями Пошебуршил Короче пламя Рожил Полетел дальше Так что Были и такие Приключения В этом месте Гринобыт Сейчас уже намного Лучше видно Даже видно Цепочку озер Которая к нему ведет Попробую Уве вам Снаружи связь Продолжение следует... Резвиться как юноша Честное слово Режисс у меня же голова закружилась друзья можно либо укачать волку можно если будет вокруг него так летать у меня немножко фарм помогает я по камере по фарму вижу что он сейчас сзади чуть ниже окей им полую вот на вот этом холмике я как-то провисел час у меня есть видео но они смонтированы как я выживал на этом холмике уже все поля осмотрел для возможной посадки но выкарабкался и прошло вот эти перевалы долетел до дома собраться силами смонтировать классный ролик очень такой наверное нервный что ли как все любят почему-то всем очень понравился ролик там называется тревожный долет как мы берем вот типа такого перевал какой-нибудь проходе вот вот так стурбуем перевалы очень страшно кажется что мы сейчас все разобьемся и все умрем люди почему-то нравится можно на самом деле но вот или лавы ну прошли ручку потянул 200 метров снова есть если бы я хотел наделать контент такого страшного пристрашного я такого наделал но я не хочу показывать чтобы умеризм это страшно пристрашно умеризм это весело очень познавательно потому что в этом случае вы просто обилия вселенная природе узнаете в массу нового в этом наверное самый большой кайф планеризма не то чтобы там публику потешить показать вот мы такие страшные хорошо бы поток взять поэтому так еле-еле до аэродрома долетаем конечно аэродрома 27 километров час но в мордочку дует ну такой получился полетик по скалкам красивой сейчас я вам вытащу еще камеру наружу проверяю все горки для наличия потоков проверяю все горки для наличия потоков нужно о туриста машут нам лапой я сайка фон мидер друзья тут так как мы так нашалились так что высоты осталось гулькин хер вот здесь так неплохо сейчас я вам ну я вижу что здесь поток его зафиксировал что здесь есть и хочу туристов порадовать что если много высоты наберу я не смогу низко над туристами пройти а я же этого хочу тем более нам помахали если бы не махали как еще подумал нужно ли с ними связываться раз туристы помахали так вот это прям будет считать подарок такой что здесь заодно рядом суда пройдено свечный оп ну а 200 сходов видите я сейчас ниже уже но прохожу рядом с туристами оп видите как я от них лихо покажу с перегрузкой перегрузка такая G3 я выжил сейчас вот вернулся в свой поток вот какую я штуку нарисовал смотрите неприличную обычно у меня такие штуки только капитан оптимизм рисовал на чемпионате мира но видите оказывается я могу вот но я буду держать здесь поток потом в студии там на углу болтается но как то у него не шибко хорошо получается и у нас поток такой надо немножечко протянуть в сторону вот этой вершинке может быть получше будет смотрите я щупаю 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 оп драный драный потому что ветер с вот этих гор идет вот здесь в таком небольшом как в роторе увы под нас подходит оп вот это к вопросу почему важно в таких полетах не сильно опускаться вниз потому что представляете были бы мы ниже этого склона и как бы вечер перестал быть томным бы понятно пошли бы вот потом вот туда по тем по этому ущелью попробовали бы взять со дна что-нибудь ущелье но это все сложнее и сложнее пока ты остаешься выше гор ты можешь качать с них спокойно энергию ну что ж мы довыбрались на окей мы выбрались на две с половиной тысячи метров люди хочут я так понимаю показать своему другу пик дебюр поэтому я следую за ним ну вот горочка с которой мы начинали видите как набрали мы 640 метров переставляю закрывок как мы проходим сеневал поездка а а а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Главное паршивое, друзья, что здесь лэп. Видите, вот. Над ней шутить нельзя. Распалились. Ну, друзья, вы главное понимаете, что у нас у всех есть запасы скорости. То есть, что у меня, несмотря на то, что мы низко, у нас скорость высокая. Поэтому, смотрите, видите, как он вверх прыгнул. Просто сбросил скорость. Я тоже так могу. Сейчас, смотрите. Оп. И я спрыгнул. А сейчас он относительно мне ниже стал, потому что я просто достал его по уровню. То есть, планер – это великолепный аккумулятор энергии, который способен ее запасать и отдавать. То есть, запасает энергию в скорости и отдает ее, превращая потенциальную энергию в высоты. Соответственно, с высоту можно растратить на то, чтобы разогнаться и превратить высоту в скорость. Ну, и надо всегда помнить, что скорость – это жизнь. То есть, лучше иметь выше скорость и спокойненько этим пользоваться, использовать ее как надо, чем пытаться сохранить высоту всеми мысленными способами, типа, зачем-то там. Лучше пролететь на дилемме в 5 метрах на высокой скорости, чем пролететь на 50 и сорваться на дневник в стопор. Так что, имейте в виду это. И летайте безопасно. Ну, какой поток мощный. Я понял, что, увы, нифига не хочет набирать. Хочет к Пикдебюру дальше шуршать. Ну, полетели к Пикдебюру. К Пикдебюру, когара вот эта впереди. Чувствую, увы, опять будет хулиганить, поэтому я прицелился. Максимально близко. Я даже не знаю, как он так. Кажется, что у нас досклонно близко, да? А вы понимаете, что досклонно еще один планер. О! Хулиган! Эх, увы! Хулиган! Да, ну, сейчас начнем набирать. Ну-ка. Вон там пройдем. Оп! Это классический набор на Пикдебюре, друзья. Тут нам все известно. И мы уже здесь не раз бывали. Хотя находятся люди на канале, которые говорят, Игорь, а что это за такая красивая гора, столовая, с плоской вершиной, которую вы никогда нам не снимаете. Я говорю, как же так же ж? Ну, посмотрите. Мы же тут живем на этой горе. Гора-то находится на расстоянии 22 километра от аэродрома. Смотрите, друзья, какое летное счастье иметь такой подарок рядом. И... Я всегда говорю, что это рай. Там, конечно, некорректно будет сравнивать с чем-нибудь это все. Но 7 дней в неделю у меня одна проблема здесь. У меня нет выходных. Я вот хочу с сыном провести день. Вынужден тут... Мы летаем каждый день, когда есть погода. Ну, я так наобещал. Везде... И теперь получается, что летаю я каждый... 7 дней в неделю. То есть у меня уже на 21 день, как не было выходных. Ну, это перед чемпионатом мира. И вот я после чемпионата приехал, и тоже не было выходных. Все как... Ну, и на чемпионате... А на чемпионате был один выходной. Это была плохая погода. Вот он, и вся. Вся жизнь летная. Пашешь и пашешь. Летаешь и летаешь. Ну, я бы... Как быть, грех жаловаться, конечно. Именно поэтому вот это место, оно... Очень любят сюда немцы приезжать. Почему вы думаете, что у нас почти всегда вот и брифинги очень много немцев, и... Так вообще... Вон, наше аэродромное в конце долины просматривается. Вот. 22 километра. То есть отсюда прыг сразу вот какой-нибудь пик-де-бюр. Набираешь 2-700. И в раз ты уже в больших горах, в больших Альпах. Поэтому место просто волшебное. С 23 января в этом году начал сезон. После Нового года забрал планер. Мог бы раньше летать, но планер был на обслуживании в Германии. И дальше вот я не прекращаю тут шубуршую. Закончил где-то в конце октября месяца. Потому что ноябрь уже настолько мало погоды, ну там 3 дня в неделю, что планировать полеты с учениками в такой ситуации как-то не совсем удобно. И говорю, как вообще? А если погоды не будет? И говорю, слушай, ну вот не бывает такого. Ну как же не бывает? Бывает. Ну не бывает. Вот есть такое место, где не бывает. И действительно мы минимум, которые летаем, фиксируем мы на 4 дня в неделю. Таких недель 3 в году бывает где-то, когда мы 4 дня летаем. Это очень считается плохая неделя. А так я гарантирую 5 дней в неделю. То есть я говорю, что ребята, там самое лучшее, что вас ждет это 5 дней в неделю. Норма, которая вас ждет 6 дней в неделю. А грустная норма для меня 7 дней. Тогда без выходных. Ну вот. Ну с другой стороны, представьте, вот человек приехал, мечтал летать и вот он попадает сюда. Я ему скажу, слушай, ты вот, ну как часто это, кстати, бывает на обычных аэродромах, когда ты там в школе учишься, и говорят, а сегодня он снукоров выходной. А ты смотришь, чемоданы летают. Роди говорит, а нет, выходной. А еще бывает так, что, например, когда ДУСАП, вот за что я ДУСАП-то, ну, знаете, чего, немножко недолюбливаю, там другая тема, а сегодня мы красим забор. Как так? Ну, а погода бомба, с сарая летают, можно там маршрут идти? Нет, сегодня у нас по плану забор. А потом, когда идет дождь, мы должны летать, тогда круги летают. Такое бывает, да. У меня однажды история самая такая яркая про круги. Я летал тогда на аэродроме Шевлина, и так получилось, что там же летали две стюардессы очень хорошие и хорошенькие. И у стюардессы было желание научиться летать на планере, и вот они пришли, программа ДУСАП подразумевает, она такая, ну, она сейчас, например, компания Севенс сделала новую программу, которая более гибкая, и ты можешь там переставлять местами упражнений, еще чего-то. Ну, тут еще от инструктора зависело, но там инструктор был нормальный, там руководитель полета был дуболобный, и вот он говорит, нет, вы будете летать круги сегодня. О, смотрите, там кто-то сидит на скале справа, вон он. Я его даже не заметил. Сидит, что ли, точно? Или что-то красное лежит. Сейчас спустимся, посмотрим. Это, кстати, крест не кто-то разбился, а просто показывает вершину фиг-дебюра. Так вот. Продолжу про стюардесс. Было волшебное совершенно утро, я покатал какого-то пассажира и должен был со своим учеником лететь на целый день на полеты. Ну, я подхожу, прошу, слушайте, затяните меня. Я же вам покатал пассажира, вы обещали, что затянете. А, вот этот руководитель полетов Леонид Уперса. Нет, у нас студентки летают круги, никуда я вас не пущу, значит, будете, вот они отлетают по сети, у шесть кругов, каждая, и тогда я тебя запущу. Я говорю, слушай, мне нужно 300 метров, я ничего вам там не порушу. Нет, сиди. Ну, я, я, конечно, устроил показательную выход, то есть позвонил владельцу фактически площадки, рассказал ситуацию, дальше он перезвонил руководителю полетов, который эту хирню затеял, и только после этого, ну, так все-таки это не Дусаф уже было, а аэродром частный, но подход был именно вот этот Дусафовский, дуболомный. Ты должен вот так, я решил, я начальник, я решил, я так хочу, так и будет. Ну, я все-таки полетел, меня готовится тянуть, и девочки спрашивают, слушай, а как, чего? Говорит, а сейчас там чемоданы летают, он на маршрут полечу, на Волгу слетают, там кучу всего посмотрю, вот говорит, а мы бы тоже так хотели, говорит, а попросите ваших конструкторов, просто этот ваш идиот поменяет упражнение на парящее какое-нибудь. Ну, и спрашивают, он говорит, нет, будете круги летать, а круги, термичка болтает везде, какие там круги к черту? Ну, и в итоге, я так понимаю, что в итоге, когда я взлетел, на Ливисельской округе они не долетали, потому что настолько сильно, ну, меня отцепили, на 300 метрах я отцепился, плюс 4 метров в секунду, свечкой ушел, и дальше помчался туда, там, в Завидово, под Тверь, в район Старицы, ну, в общем, гонял я там до 8 часов вечера. Вот, это такая вам история про, не помню даже, с чего это начал, пока набирали, рассказал. Прогибкость подхода. Здесь никогда никто не будет летать в круги, когда есть вот такая погода. Забираешься в небо и балдеешь здесь, получаешь удовольствие, летаешь целый день, учишься пилотировать, то есть это основа. Когда ты умеешь пилотировать, и круги легко даются. Почему в программе же круги часто? Ну, потому что это удобно, ты там, какая погода бы ни была, там, дождь, снег, град, ну, если самолет может взлететь с планером, ну, и тягачишь круги, самое удобное упражнение. Но, повторю, мое мнение, круги надо летать, тогда, когда ты уже умеешь пилотировать, можешь отвлечься. Я могу, вот, управление бросить и смотреть вокруг, и никто сейчас планер не пилотирует. Я все это контролирую, эту ситуацию. И планер оттримированный прекрасно сам летает. Вот, видите, видите, он даже с фиральной сам стоит. А молодой пилот, он обычно зажат, у него там все, вот это вот, вот эту ручку, особенно, вот, если вы молодой пилот, запомните, нельзя из ручки сок выжимать. Ручку надо держать вот так, как письку в туалете, тремя пальчиками нежно, раз, и дальше, мельчайшими движениями, ручками, вы рулите. То есть, не вот так вот, вот, а вот, планер практически не нужно, никуда, вот, маленькие легкие движения, я его подправляю, и вот он набирает высоту, прекрасно, видите, вот, вентильгранные движения ножки тоже. Ой, ну, про это надо мне как-нибудь снять отдельный ролик, здесь, видите, к слову, пришлось. Так, а мы уже набрали, и мне нужно лететь на аэродром, потому что меня ждут мои студенты. Я сейчас передам управление пилоту, который летал на самолете, но никогда не летал на планере. Окей, take control. Окей. Ну, все, вот, смотрим на ручку, смотрим, как пилот летит. 150. And go straight. Easy? Yeah, easy. Окей. Вообще, это счастье, попробовать планер. Смотрите, друзья, как это все просто. Вот сейчас взял ручку, видите, нет резких движений, то есть, все делает хорошо. Самое главное это не делать на планере резких движений ручкой, тогда планер будет прекрасно лететь. Зачет. Обычно после самолета на планере сразу же летают чуть хуже. Посмотрим, что будет дальше. Это уже процесс интимный, друзья, его снимать не буду. Но если хотите, как-нибудь сниму ролик, когда я возьму пилота с нуля и весь цикл надо будет прогнать как от первого шага и дальше. Мне даже, наверное, это самому будет интересно. Вот если вы захотите, как сделать, приезжайте, попробуем. Друзья, высота 2600 метров, мы подходим к аэродрому и я сейчас попробую вам показать, как можно быстро снизиться. Потому что, к сожалению, у меня немножко перелетного времени, о котором мы договорились, и мои друзья на земле нервничают. Вот наш аэродром. Я выпускаю полностью воздушные тормоза и использую немножко скорость 150 и буду использовать скольжение. Посмотрим, сколько я выжму. из какой конфигурации. Можно на самом деле, чтобы планер не дрожал, просто воздушные тормоза и скорость побольше. Чем больше скорость, тем больше воздушные тормоза. Они рассчитаны на то, чтобы работать при максимальной возможной скорости планера. А то я не злобствую. Мне не хватает конца зеленого сектора и скольжение у нас минус 11 метров в секунду. Ну, то, что мне не нужно. Шасси у меня сейчас убраны, потому что шасси на такой скорости нельзя использовать. О! Смотрите как. 13,5 метров в секунду. То есть, вы понимаете, да, что такой конфигурации можно от любой грозы сбежать, потому что ты просто выпускаешь полностью тормоза, делаешь максимальный во-первых, можно сбежать просто разогнавшись, улетев от нее. во-вторых, если засасывает в облако, то вот так можно тормоза выпустить и уже, можно сказать, не засосет. Хотя, бывает грозы, в которых 50 метров в секунду воздух вообще шурует вверх и даже человек, если он выпрыгнет из самолета и попадет в грозу, сможет парить без всякого просудка, без всякого планера, его будет поднимать вверх в грозе. Ну, непонятно, чем это кончится, конечно. Да. Я смотрю, аэродром пустой. Ну, сейчас подойду к аэродрому и быстренько выполним вам максимально плотный заход. Ну, потому что я так хочу, я так умею. Не советую его тренировать вот так же сразу же. Надо просто постепенно приучать к себе, потому что можно очень плотно приземлиться. Мне это помогло все время, когда у меня отказал двигатель, у меня просто другого выхода не было. Так. Да, свободен, полоса свободна. Ох! Так, я выпустил шасси. Сэр Лоботин, директор Домвинк, лендинг ТОС-САУС. Друзья, максимально выпущенные тормоза. Закрылок перевожу на скорости 120 на лендинг. Скорость я проверил, потому что самое страшное, что можно сделать, это закрылок перевести на скорости более высокой. Это уже будет опасным. дугу. дугу такую выписываю. Эти тормоза даже не на полную, то есть у меня не получился мой любимый афганский заход, получился хултурный заход. Но в то же время, пусть тут не на соревнованиях, вот я сейчас тормоза убрал, потому что чувствую, что перестарался. И у меня еще встречный ветер, и у меня еще лететь до полосы, но имеется ввиду до ехать потом до старта. Поэтому я сейчас на брошенных тормозах немножко подтягиваю себя ближе к асфальту. Восточный компонент появился, нехороший улитра. Тизло будет залетать сейчас. Ну, где-то на рынке луна буду касаться. Оп, коснулся и поехал. Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-т Установлюсь сбоку. Коллеги, кстати, собираются взлетать на этом самом планере с мотором электрическим. Так что сейчас посмотрим, может, нам повезет еще это заснять. Ты счастлив? Да, очень счастлив. Очень хорошая взлет. Очень интересная взлетка. Ну что ж, до новых встреч, вам, уважаемые любители лета и видов спорта. До новых позитивных роликов. Субтитры создавал DimaTorzok